Сменная обувь День иногда дается тяжело, но вашим ногам, томящимся в зимних сапогах, все это время еще хуже. Это напрямую заставляет наши ноги, нашу кожу активно потеть, что вызывает гипергидроз. А повышенная влажность кожных покровов, она благоприятна для развития инфекции, в частности, мекотическая. То есть, если присоединяется грибковая флора, она себя очень активно чувствует, очень хорошо распространяется. В таких условиях могут развиться такие проблемы, как экземы грибковой этиологии. То есть, это уже хронический дерматоз, который доставляет не только в период, когда активны грибочки, но это уже запускается механизм аутоиммунный, начинаются проблемы с зудом. Врачи и продавцы-консультанты обувных магазинов рекомендуют приносить с собой в офис обувь из натуральных материалов, по возможности с открытым носком или пяткой. Это поможет коже ног дышать. Мужские офисные туфли в таком варианте будут смотреться странно, поэтому здесь подойдет вариант, выполненный полностью из натуральной кожи. Кроме того, стоит учесть, что во многих офисах действует свой дресс-код. Как отличить на глаз? На глаз никак, скорее всего, только можно на ощупь. То есть, искусственная кожа, она более грубая. То есть, тактильное ощущение, она более жесткая. А вот эта мягкая? В идеале, конечно, если это будет несколько пар обуви. То есть, допустим, вы с полдня в одной походили, с полдня в другой. То есть, ваши ноги не получат никакого дискомфорта. Также можно использовать какие-то стельки с антибактерицидной пропиткой. То есть, это даст дополнительный комфорт. Ну и сухость ног на предстоящий день. То есть, это вообще идеальный будет вариант. Смена обуви пойдет на пользу не только вашим ногам, но и дыхательной системе. Да-да, и этому совсем не стоит удивляться. Вот эти колбы с трубочками созданы не для того, чтобы пить из них коктейли. Они необходимы для анализа проб воздуха в офисе на наличие неблагоприятных испарений. Вероятность того, что вы принесете их на обуви в помещении, мала, однако лишней такая проверка не будет. А из чего она состоит? Здесь находится сорбционная трубка, которая через себя пропускает воздух. А вот это устройство, в которое оно вкладывается и блокируется, вот таким способом закрывается, для того, чтобы перевести ее в лабораторию. Все, что способствует проветриванию стопы, пока вы сидите за компьютером, благоприятно для вашего здоровья в целом. Ведь соблюдать такие простые правила совсем нетрудно. И начать лучше прямо сейчас. А вы сегодня принесли сменку?